Всем привет! Сегодня у нас очередное видео. Сегодня мы поговорим о скрытом ношении боевого и травматического круглоспорного огнестреленного сверхового оружия. Давно я собирался сделать это видео. Я извиняюсь, я вообще как-то в последнее время мало видео снимаю, очень много работы. Я думаю, что осень ситуация улучшится в этом плане, то есть работа станет чуть меньше, поэтому снимать будем больше. Но сейчас такая вот ситуация, поэтому я заранее извиняюсь, мало снимаю. Очень много было вопросов на тему как носить, как я ношу, какие проблемы, какие позитивные вещи, плюсы-минусы, способы ношения, ковра какая, благо, какой слой лучше, благо и так далее. Сегодня я постараюсь ответить, если не на все, то на большинство этих вопросов, со своей точки зрения. Естественно, что сегодня все, о чем мы будем говорить, это то, как я ношу пистолеты с собой, как я ношу его на, так сказать, паблик. И я дам вам свое представление о скрытом ношении, на чем я остановился, что мне подходит, что мне не подходит. У военных, например, естественно и понятно, что у них совершенно другие требования, у них совершенно другие способы ношения оружия. Они, например, в основном носят открытое оружие, мы, граждане, в открытых, в большинстве штатов здесь открытое ношение любого оружия вообще запрещено. Ну, естественно, чтобы в молоденькие в домовке не беспокоить. Вот. И у военных, например, курковый пистолет, это просто как бы обычное дело. На гражданском рынке курковый пистолет, но мое очень такое принципиальное мнение, что это вред. Предохранитель нам тоже не нужен, мы носим патрон в патроннике, военные патрон в патроннике носят принципиально, по многим причинам. Им просто необходим предохранитель и так далее, и так далее. То есть, очень большая разница между гражданским и военным способами ношения колькоствольного оружия. Мы, естественно, я попробую затронуть все эти вопросы, и плюс применение оружия, не дай бог вам когда-нибудь придется его применять. То есть, какие-то такие аспекты, которые я, например, применяю практически каждый день в своей жизни, я попробую вам описать, а вы уже делаете вывод, что вам нравится, что вам не нравится. Ну и, естественно, поговорим по поводу кабры, какие кабры я выбрал, какие кабры лучше, какая хуже и так далее. Ну и, естественно, самый первый вопрос, который всегда задают новички, люди, которые только-то начинают носить, это где носить, на каком месте тела носить свой пистолет. Существуют разные способы ношения. Можешь носить его подмышкой, как вот в фильмах, да, в Голливуд, агент на Руси и так далее. Для гражданского рынка очень плохая идея. Дело в том, что мы здесь носим в основном майки. Ну как вы его будете вытаскивать вот так, что-то, вот так, что-то, я не знаю. Но это очень плохая идея. То есть для того, чтобы носить его подмышкой, необходим либо крутой костюм, который, ну, пиджак или куртка какая-то. Да, куртки, особенно здесь у нас жарище дикое, летом доходит до, там, не знаю, 45 градусов. Куртки мы здесь много особо не носим. В основном майки, в том, какие-то рубашки и выхватывание пистолета из подмышки. Тем более там такая вот портупея. Все это дело довольно сложное. Оно все видное, оно все неудобное. Оно трет, оно там живет. В общем, страшная вещь. Не очень хорошая идея. И, более того, всегда, практически всегда, ну, никогда не получалось у меня, например, и тех, кого я знаю, кто пытался, да, так вот носить подмышкой, пистолет. А ни у кого никогда не получалось надежно скрыть свой ствол. Всегда он виден, всегда выдается какой-то вот, что-то здесь есть. То есть всегда можно посмотреть, увидеть, да, вот у него ствол подмышки. Не очень хорошая идея для гражданского рынка. Для военных, опять же, наверняка, какие-то есть, какое-то есть применение, такого типа ношения. Мы такого типа ношения не используем. Дальше. В кармане. Можно носить в кармане. Очень популярный способ. Есть плюсы, есть минусы. Дело в том, что, когда носишь в кармане, я вам сейчас покажу. Есть, так у нас здесь применяется, так называемый, trigger cover. Вот такая штука. Но я потом сделаю отдельную, сниму ее в конце видео, покажу вам ее в деталях. Вот это вблизи. В макро все эти способы. Сейчас я вам покажу, как он применяется. Дело в том, что если у вас пистолет в кармане, ну, во-первых, большой пистолет, там какой-нибудь блок-19, естественно, в кармане носить не будет. Довольно балл. Вот. Соответственно, должен быть микропистолет. Микропистолет, он означает две вещи. Во-первых, очень малые припасы с собой, то есть булькомплект очень маленький. Обычно там, я не знаю, магазин на 6 патронов. И калибр маленький, то есть 380, 32 ACP, 380 ACP, 25 ACP и так далее. Девять миллиметров микропистолеты бывают, ну, бывают, но это очень, так сказать, редкие пистолеты. И если они не в регулярной рынке, значит, с ними что-то не так просто. Вот. То есть в кармане, плюс ко всему, когда ты сидишь, мы полдня сидим. Мы сидим в офисе, мы сидим в автобусе, мы сидим в машине, мы сидим дома на кухне, мы сидим на кровати, телек смотрим и на диване. Мы заново сидим. Когда ты сидишь, и у тебя пистолет в кармане, выхватить его нормально, надежно, это проблематично. Это реально проблематично. Вот. А где еще носить? Носить можно здесь на ноге, под брючиной. Я сейчас покажу, как это делается. Нормальная, хорошая идея. Единственное, что если ты идешь, остальные полдня, когда мы не спим и не сидим, мы ходим. Когда ты идешь в выхватывание, пистолет отсюда, оно тоже довольно проблематично. Вот. И естественно, что на гражданском рынке люди давно вычислили, что лучше всего, удобнее всего, при практически любом типе одежды, при практически любом сезоне, с исключением холодов, когда на вас шуба или дубленка, или там какое-то пальто, да, то лучше всего носить его, свой ствол, на ремне. И в большинстве случаев, с законодательной точки зрения, носить его нужно внутри пояса, то есть за поясом. Если вы не заметили, у меня, на мне сейчас блок 26. Вот, посмотрите, где вы видите, нет? Вот здесь, вот здесь и так далее. Вот он, на самом деле, вот он. Вот он, блок 26, кубурен. Кабельская кубура, мы сейчас об этом поговорим. Я его ношу в позиции час дня. Давайте сначала про часы поговорим. Значит, представьте себе, ну, естественно, если вы не знаете, если знаете, перемотайте. Представьте себе наш ремень, где пряжка это 12 часов, задняя часть это 6 часов, правая сторона 3 часа, левая сторона 9 часов. И, соответственно, расположение вашей кубуры на ремне, оно располагается, так сказать, в позиции маленькой часовой стрелы. Я обычно ношу в позиции 1 час дня. Или час ночи. В зависимости от времени суток. Естественно, если я был бы левшой, я бы уносил в позиции 11 часов. Такой способ ношения называется либо Mexican Carry, то есть мексиканский способ ношения, либо Appendix Carry, то есть способ ношения аппендицит. Американцы в основном, вот насколько я вижу, они носят свои стволы, свои любимые блоки, в позиции где-то 3.30 или 4 часа. Вот такая позиция здесь за спиной. Я, честно говоря, не люблю. Просто очень, очень мне не нравится такой способ ношения. Я попробовал пару дней, я походил вот таким образом. Несколько проблем сразу, сразу несколько тут же проблем. Первое, то что он сильно принц, он очень выдает себя. То есть если я вот так взял, наклонился, мы наклоняемся очень часто, правда, то пистолет сразу автоматически, мгновенно видит. То есть нужна какая-то свитер или какая-то куртка, что в нашем климате здесь не всегда возможно. Второе, то что если, допустим, у вас майка задралась, то у вас вполне может быть вот такая ситуация, где пистолет у вас просто виден, а вы об этом просто не знаете, вы не видите это. Это не очень хорошо. Когда вы носите здесь на аппендиците, естественно, вы контролируете здесь абсолютно все. Вот, если что-то тут задралось или каким-то образом, вы это все поправляете мгновенно. И, соответственно, принцип скрытого ношения, он соблюдается гораздо более, ну, на мой взгляд, гораздо более аккуратно, вот, когда вы носите здесь на аппендиците, чем вы носите здесь на воду. Далее, если вы контролируете контроль вашего ствола, когда он у вас висит вот здесь почти на спине, он значительно более слабый. То есть, если кто-то сзади, незаметно от вас, захочет выхватить у вас пистолет, ему сделать это гораздо, гораздо более легко, чем если бы у вас пистолет висел здесь. То есть здесь вы контролируете все. Там вы, ну, не видите, очень удобно взять его. Дальше, если вы куда-то упали, если вы падаете вперед, вы, естественно, живот свой, ну, как бы, инстинктивно, да, сохраняете. У вас здесь руки, у вас здесь все. Если вы упали на спину, то вы представьте себе, у вас здесь здоровый толстый пистолет, и вы на него вот так вот упали. У вас травма конкретно гарантирует. Далее, очень важный момент. Вот взять, выхватывая не самого пистолета. Если он у вас висит вот здесь, вы его, когда выхватываете, его сначала приподнять майку или еще что-то, да, и потом его взять, выхватить. Это очень неудобно сделать. Попробуйте, если у вас есть ствол, попробуйте к кому повесить сюда и попробуйте его повыхватывать. Жуткое дело. Здесь гораздо все удобнее. Значительно все удобнее. Дальше, естественно, что если мы сидим, он мешается, особенно если мы сидим в машине, он мешается очень сильно, и мне во всем случае вот здесь он просто давит, раздражает и очень плохо. И особенно, когда мы сидим в машине, на машину кто-то напал, какие-то зомби инопланетяне, как обычно, бла-бла-бла, то выхватывать отсюда сидя значительно более проблематично, чем выхватывать спереди пистолет и начать какие-то оборонительные действия. Вот. Почему американцы в основном носят пистолет вот здесь? По двум причинам. Дело в том, что они считают, что вот здесь этот пистолет гораздо более безопасен для тебя самого. То есть при выхватывании пистолета, если ты случайно нажал на спуск, то ты себя не застрелишь. При выхватывании отсюда и ты себя, скорее всего, застрелишь. Весом аргумент. Базара нет. Весом аргумент, когда у тебя адреналин вместо крови бежит по венам, мало о чем думаешь и так далее. Я сколько ни пытался себе тренировать, выхватывать этот ствол, так у меня не получалось пальцем загнать в крючок таким образом, чтобы спускал крючок, чтобы я еще случайно в себя выстрелил. Это не револьвер. Это не, как вы знаете, не выхватывание на скорость, причем стрельба должна происходить прям чуть ли не мгновенно, когда ты выхватил. То есть мы не ставим рекорды. Мы сначала приставим выхватывание, целимся, потом начинаем стрелять. Более того, в моем опыте при выхватывании отсюда шансов, что у тебя палец пойдет на спусковый крючок, гораздо больше, чем при выхватывании отсюда спереди. Опять же, мой личный опыт. Я не знаю, у кого-то может быть совершенно другой экспириенс. Это уже совершенно другой взгляд. Плюс ко всему, когда ты сидишь, а мы сидим, как мы уже говорили, полдня в основном, в своей жизни, каждую каждую дневскую жизнь, то по, так сказать, мнению тех, кто носит пистолет здесь на боку, у тебя здесь очень куча, куча всяких артерий, у тебя здесь причиндалы, основные мушки, у тебя тут все, и когда ствол направлен, значит, тебе вот в эти самые интимные места, то это очень нервозно, это очень, люди этого боятся, а вдруг он выстрелит, и так далее. Ну, если у вас такие проблемы, что вы считаете, что пистолет выстрелит в то время, когда он у вас в кобуре, и за ремнем, и вот так он тут сидит, то вам надо просто взять это оружие, сложить, и больше никогда его не брать в руки, потому что сам факт присутствия пистолета, особенно страйкера, он гарантирует, у него три, в основном, ну, у современных страйкеров в основном три автоматических предохранителя, которые, каждый из них направлен практически на одно, на то, чтобы избежать случайного выстрела, на то, чтобы избежать ситуации, когда возможен выстрел без нажатия спускового крючка, то есть, если вы боитесь случайного выстрела, вообще не носите свой пистолет, носите с собой нож, бейсбольную битву, я не знаю, что-нибудь, топор какой-нибудь, все что угодно, только не пистолет, это оружие не для вас. Давайте я вам покажу сразу, как работает вот этот триггер кавер, то есть, что это такое, в принципе, я не вижу, что я там снимаю, вот такая штучка, обычно сделана из кайдекса, а вот он, даймондбэк, весь из себя такой безопасный, я плохо вижу, что я снимаю, поэтому, если что-то не так, прошу прощения заранее. Вот видите, вот такая кайдексовская такая, ну, кавер, такая крышечка, которая, вся ее работа, защёлкнувшись, она закрывает, единственное, что она делает, она закрывает спусковой крючок, и саму спусковую скобу, все остальное, абсолютно рабочие пистолеты, вы можете вытаскивать в магазин, вы можете заводить, выбросить патроны с патронника, дослать патроны в патронник, следующий и так далее, но всё, что вы не можете сделать, вы не можете выстрелить. Поскольку это кайдекс, очень конкретная, такая упругая вещь, то, ну, как бы, нажать на спусковой крючок, в то время, когда кавер здесь, не получается. Вытащить его отсюда, довольно сложно, посмотрите, видите, вот он, вот, включите, он болтается, его сложно вытащить. Как с ним можно работать? Что мы делаем? У него, естественно, здесь на другом конце, видите, шнурочек. Шнуточек. Что мы делаем? Мы берем, вот этот шнурочек, продеваем через петельку наших джинсов, брюк, чего угодно, и, ну, продеваем таким образом, чтобы повесить нам, плохо видно, наверное, да, чтобы повесить этот, вот, триггер кавер на петельку нашего, петлю наших джинсов. Потом мы просто-напросто берем, одеваем эту карму на спусковую скобу и кладем пистолет в карман. Как только дерьмо попадает на вентилятор, все, что нам нужно, это достать пистолет. Ну, положить его надо так, здесь еще нож болтается, положить его, естественно, надо так, чтобы его было удобнее доставать, естественно, и контролировать всегда, в каком положении выжить в кармане. Все, что потом нужно сделать, когда у нас возникает какая-то, если, не дай бог, упаси господь, возникает какая-то ситуация, нам нужно достать пистолет, и вот так его сдернуть, этот, триггер кавер, сдернуть его с пистолета, и можно спокойно стрелять. Еще разок, значит, мы берем, вот так его кладем в карман, и как только у нас возникает какая-то там ситуация, естественно, что в кармане достать пистолет гораздо сложнее, чем достать его, допустим, из-под ремня, правда? Но, тем не менее, если у нас мы видим, что такое происходит, и у нас пистолет в кармане, нам надо встать, потому что сидеть сделать, ну, опять же, нереально, нам надо встать, вот так вот его дергнуть, и стрелять. Я практически никогда не использую вот эту вот крышку. Я не знаю, как правильно по-русски называется. Опять же, ребят, я извиняюсь, если кого-то раздражает то, что у меня терминология не совсем совпадает с официальной российской терминологией оружейной, да? Я оружейную терминологию английскую изучал, и оружие изучать начал здесь, в Штатах, и поэтому российскую терминологию я только-только осваиваю. Как называются такого рода крышки спусковых крышков, я не знаю. Три-вер-кавер. Вот. И я ее практически, эту крышку, не использую. И только тогда, когда на мне шорты или плавки с карманом, и надо, действительно, есть необходимость иметь с собой пистолет в каком-то там квестченном районе, или еще что-то такое. Вот. Очень хорошее применение для этой крышки. Дело в том, что почему я ее не использую? Потому что пистолет в кармане. Какой бы он микро ни был, ты всегда его там ощущаешь. То есть, GLOM-26 здоровая дура, она под ремнем просто пропадает, ее практически перестаешь замечать после двух-трех минут носки. А пистолет в кармане, ну, Diamondback, вот этот малюшенький, да, он, ну, да, пропадает. То есть, его не замечаешь там. Но! Ты теряешь карман. То есть, карман уже больше ничего не положишь. Ни нож не повесишь, ни ключи, ни телефон, ничего, все. У тебя все равно два кармана, в основном, которые ты можешь использовать. Правда? Это левый и правый. Влево у меня обычный телефон, вправо у меня обычный ключи и нож. А кошелерка у меня обычно сзади. Да, я знаю, легко достать, но здесь щипачи практически нет, поэтому я спокойно, спокойно уношу сзади. Вот. И, а пистолет у меня зримый. Все нормально, все удобно. Раньше у меня была, модно было барсетка, я не знаю, сейчас эти барсетки еще кто-то носит, но было очень прикольно, очень модно, такое все себя хрустно. С барсетками. Вот. Ну, сейчас это уже полный балетон, конечно, никто их тут не носит. Хотя появились мужские перс, мужские сумочки появились. В Калифорнии они такие все из себя такие. Мужланчики там ходят. А вот, ну ладно, у нас здесь пока до этого, слава богу, не дошло. Если дойдет, то я все равно это носить не буду. Поэтому в кармане я пистолет не ношу, неудобно, занимает много места, и очень много вещей, которые необходимо с собой тоже носить, они как бы теряют свое местоположение. Вот. То есть, очень хорошее применение вот такой вот крышки спускового крючка, это когда на вас тяжелая одежда. Шуба, пальто, тяжелая длинная куртка, такой тип одежды, который, ну вот так вот, пистолет не выхватит. То есть, нужно расстегивать. Все. Нападают на вас три неграда с автоматами. Вы же, секундочку, ребяноч, и вы обождите, обождите. Просернился, достал. Все. Давай, продолжаем. Не очень хорошая идея. Так вот, как раз вот в кармане пальто, взять, каким-то образом, пришить какую-нибудь хорошую петлю, за сандали, за эту петлю, вот этот триггер-кавер, и носить в кармане пальто пистолет, это очень хорошая идея. Ну, за исключением тех местностей, где очень много карманников, сетей щипачей, которые, естественно, вас этот пистолет могут вытащить. Но, если он у вас залез к вам в карман, и увидел, почувствовал там пистолет, скорее всего, он убежит, как я говорю, потому что, все-таки, это не шутки. Да и вытащить его незаметно от вас, этот пистолет, ну, надо постараться. То есть, как только он начнет тянуть, вы сразу почувствуете. Тут же по рукам, тут же ногой в яйца, мордой, и так как. Вот. В общем, я, опять же, такой триггер-кавер особо с собой не ношу, но штука полезная, в зависимости от сезона, в зависимости от одежды. Идем далее. Вот у меня сейчас, я не вижу, как я там стою, у меня сейчас на ноге вот здесь висит ствол, да, мегает? Обзор, кстати, там, где-то там есть, в зависимости от пистолетов. Вот. А если сейчас, слава богу, стали опять широкие штанины, вроде модные, да, я у детей спросил, говорят, что да. Я сам не в курсе. Вот. И, как вы видите, из-за того, что штанина довольно широкая, пистолет, в принципе, не виден. Хотя вот здесь есть такое специальное приспособление, и, блин, я не вижу, видно или нет. Наверное, если не видно, пересниму. И все, что нам нужно сделать, это поднять штанину, и вот так вот его вытащить, и уже можно стрелять. Опять же, довольно такой хороший способ, нормальный, особенно, если вы находитесь в ситуации, когда шансы, что вы попадете в какое-то полное дерьмо, они крайне-крайне малы, как здесь у нас, например, ну, просто шансы, я не знаю, проще 600 миллионов долларов в лотерее выиграть, которые вот недавно разыгрывали, зачем попасть здесь в какую-то перестрелку, ну, это уже совершенно другой разговор, зачем выносим? Мы носим оружие для того, чтобы все знали, что здесь носят оружие, и чтобы у нас здесь было меньше проблем. там, где оружие запрещено, там всегда проблема, там всегда стрельба, трупы, там по тысяче трупов в год, он Чикаго возьмет, в принципе, запрещено оружие вообще тысяча трупов в год. Здесь у нас оружие, да хоть, я не знаю, ракету с собой носить, ну, условно говоря, а последнее убийство нормального человека, преступника, с использованием огнестрельного оружия, случилось в 1982 году, вот в нашем здесь городе. Делайте свои вычисления сами. Поэтому вот этот способ вношения имеет, так сказать, право быть, очень даже более-менее ничего, а к стволу на ноге привыкаешь довольно быстро, единственное, что опять же, вот выхватывание занимает, конечно, во-первых, тренировку, мне необходима тренировка, во-вторых, занимает какое-то время, как бы ты, какой бы ты ремни ни был, все-таки все равно у тебя гораздо меньше времени не займет вот такое действие, чем, секундочку, сейчас я, вот такое действие. Теперь давайте развеем парочку мифов. Очень распространенный миф, который гласит, что чем толще человек, жирнее, тем проще на его массовом теле, или как бы сказать лучше, чем проще на его туши скрыть ствол. На самом деле это не так, ситуация прямо противоположная. Чем ты толще, тем сложнее на тебе скрыть ствол, тем ствол будет виднее. Почему? Потому что обычно, если ты толстый, ну, либо тебе надо носить вот такую парусину, что ты именно знаешь, которая вообще там юг, прямо от шеи начинается, тогда можно и пушку на тебе повесить, видно не будет. Либо ситуация всегда так такова, что если ты, если у тебя здоровый живот, особенно, понимаете, люди с большим животом. У меня дед был такой маленький, на коротких ножках, такой живот, такой колобов ходил. Ленина наизусть цитировал, коммунист, первая статья, охренеть. Ну, я его любил на ангеллесе, по крайней мере. Хороший был уже. Да, так вот. Если у вас здоровый живот, у меня такое пузико, я не скажу, что у меня здоровый живот, но пузико. Вот представьте себе, то есть у вас есть ствол, вот он обычно вот так вот висит. Мы сейчас поговорим о каморах, как их правильно делать, какую выбрать, о чем речь. Но вот просто давайте примем факт, что вы взяли стандартную камору, которая обычно, обычно вот так вот немножко дает вам возможность более легко выхватывать ствол, но вместе с тем меньше прячет его за ремень. Это стандартная обычная камора, которую вы можете купить в магазине. Будь то кожаная, будь то кайдекс, пластик, неважно. Обычно они такого рода делают. То есть, производители камора, они стараются дать вам возможность легкого выхватывания, легкого доступа к оружию, вместо того, чтобы лучше его скрыть. Я большой противник такого подхода. Почему? Потому что, опять же, шансы на то, что вы попадете в какое-то дерьмо, во всяком случае, у нас здесь, да и где угодно, они настолько малы, что лучше носить пистолет, постараться его скрыть и иметь меньшую возможность его вытащить, чем он будет более виден, но зато выхватывание будет очень облегчено. Опять же, про камору поговорим отдельно. Так вот, смотрите, если у вас обычная, стандартная камора, да, и вот так у вас большой живот, посмотрите, видите, вот я не вижу, вот у меня здесь большой живот, вот он пистолет сразу выбирает, сразу, это макия, это не темная, она была на белую, но не важно, он сразу выбирает. Если вы, у вас комплекция вот такая, вот такая, у вас грудь колесом, сопли пузырями, то, соответственно, майка у вас физически, она висит, она с вашей груди и свешивается, будь то женщина, будь то мужчина. Женщинам значительно легче, им не надо заниматься всякой этой самой, а мужикам, нам с вами, приходится страдать, но тем не менее, то есть, вы представляете, если у вас хорошая рогачечная фигура, то майка свешивается, вот здесь за этим свесом можно поместить, я не знаю, черт рогатого, и видно не будет. Соответственно, чем толще, чем больше у вас живот, будь то Mexican carry, будь то обычно американское ношение, где угодно на ремне, ствол будет виден. Во-первых, майка будет облегать, у вас живот выпирает, а вам хочется выглядели, так сказать, не настолько нелепо. Вот, и так далее. Второй вещь, что как только вы повесили на себя ствол, все сразу тут же начинают смотреть, приглядываться, где у вас там ствол, и все сразу начинают видеть, что у вас ствол, ага, вот он гад идет со стволом, и так далее. Я таскаю с собой оружие довольно долгое время, у меня никогда не было ситуации, когда кто-нибудь ко мне даже к полицейске подошел, ну у тебя там ствол, ну опять же здесь это разрешено, а вот, даже если кто-нибудь подошел, надо у нее дембизнес, иди нахер отцу, дам у меня ствол, хочешь посмотреть, надо посмотреть, все, и вопрос будет закрыт, любая вдовушка зеленая из Калифорнии, она отсылается нахер, буквально, если у меня какие-то проблемы с тем, что я ношу оружие. Но, плюс ко всему, ну как бы не особо приятно, то есть ты находишься где-то в каком-то коллективе, где-то там на работе, или еще где-нибудь, да, и не очень хорошо, когда у тебя выпирает ствол, блин, во все это самое, и поляна, наверное, боится, что если я буду носить с собой ствол, то у меня, значит, он будет виден сразу, и люди увидят, и ко мне будет плохое отношение, и туда-сюда, поскольку у Калифорнии, вообще в принципе, плохое отношение, дебилы. Ну ладно, так вот, бред, абсолютный бред. Представьте себе, когда вы встречаете нового человека, какие шансы, что вы начинаете сразу смотреть, где там был пистолет, есть ли он пистолет, или где, ну, бинокль достаёт, нет такого, правда? Даже если что-то здесь выпирает, какой-то кусочек, там, я не знаю, магазина, где-то выпирает, народно отреагирует совершенно спокойно, ну, что-то у меня там есть, ну, что, ремень там, я не знаю, торчит что-нибудь, трусы там, как-то не так одел, ну, еще что-нибудь. То есть, людям, в принципе, похер, поэтому уберите эти ваши сомнения, что как только вы повесили на себя ствол, сразу все на вас смотрят, тут же все видят, что вы со стволом повооружены, все вас боятся, ну, бред. Никто ни хиа ничего не видит, никому это все не нужно, и одевайте спокойно, оденьте марку, так, чтобы он же яблок не выпирал, и идите себе спокойно, никому не нужно. Перестаньте беспокоиться на такие. Теперь давайте поговорим о том, как мы носим, то есть, сама логистика, процесс того, как мы носим пистолет. Запомните сразу одно простое, очень железное правило, которое, если вы на гражданском рынке, необходимо выполнять. Мы никогда, принципиально, вообще никогда, не вытаскиваем ствол из кобуры, вообще никогда. За исключением случаев, когда вам ствол надо почистить, или когда нам из него нужно стрелять, либо в тире, в тире стволы мы обычно носим в сумках, они в таких специальных, этих самых, в небольших сумочках, кладешь на большую сумку, там всякие еще инструментики, там очечки, еще ирочки, и так далее, и пошел спокойно, пару ящиков патронов, и 2-3 часа стрельбы, класс, фан. Мы достаем пистолет, револьвер, неважно все, что у вас с собой, из кобуры, только тогда, когда мы его, вы намерились почистить, или когда нам необходимо стрелять. Все, больше ни в какой ситуации, никогда, если вы гражданин, и гражданским способом выносите ствол, никогда вы не достаете его из кобуры, пиви. Как это происходит? Вот я, допустим, повесил на себя ствол. Я пришел домой. Первое, что я делаю, ну, я не знаю, снял ботинки туда-сюда, здесь умер что. А вот, и первое, что я делаю, я иду у меня на кухню, где-то вот там, вот там вот в этом, в ящичке такого у меня, и сейф маленький, я в обзор делал, небольшой такой сейф, там 4 кнопочки, набираешь код, я достаю пистолет, не вытаскиваю, ни из кобуры, ничего, вот как он есть, вот такой пятич небольшой, вот как вот он есть, какой бы пистолет со мной ни был, как бы я его ни носил, триггер, кавер, не важно совершенно, то есть кобура, триггер, кавер, я вот как он есть, так я его достал, положил, открыл сейф, положил его в сейф, закрыл, все. С утра, или днем, или когда я там выхожу, когда мне нужен пистолет, я иду снаружи, я опять открываю сейф, достаю его таким образом, я ничего не проверяю, я ничего там не щелкиваю, не перещелкиваю, не убеждаюсь, если меня потронули, они никуда не делись, он в сейфе лежал всю ночь, ничего не изменилось в этом пистолете, не надо его вытаскивать, вот я его как взял в этом пэкиже, так я его повесил за ремень, взял ключ и кошелек, положил суперпроманом, пошел, все. Как только вы начинаете вытаскивать этот стол, как только вы начинаете убеждаться, все ли там нормально, или еще что-нибудь такое, вот именно здесь возникают случайные выстрелы, вот именно здесь вам нужно встать и задуматься, а на кой хер вам вообще этот пистолет, пусть другие носят, пусть из-за других все бандиты думают, что в вашем районе все спокойно, почему, потому что туда ходить не надо, там у каждого второго оружия, пусть вы будете каждый первый без всякого ствола, если вы, если вам не спится без того, чтобы не вытащить пистолет из кобуры, не посмотреть, все ли там в порядке, ах, какой он красивый, хотите полюбоваться на своем оружии, идите в свое место, где вы занимаетесь оружием, полностью разрядите, вытащите в магазин, патроны и стволы в принципе должны быть друг от друга, если вы занимаетесь стволом, значит патроны все в сейфе, или в ящике закрытые, если вы занимаетесь патронами, значит все стволы, все закрыты, все, а друг с другом они никогда не мешаются, в принципе, если вам охота полюбоваться на свой ствол, пойти пощелкать, пойти там поухватывать, разрядили в подвале, или где-то вам отдельная комната, где вы занимаетесь оружием, все, пили, больше вы никогда не вытаскиваете ствол, это очень важно запомнить, почему военные требуют, практически все армии мира требуют, чтобы все короткие стволы, которые сосредоточены на вооружении армии, чтобы они, во-первых, мир благохрадили, во-вторых, чтобы они были кулковы, дело в том, что, если вы видели, опять же, мой блок разряжен, выявляем еще лишний раз, все, он безопасен, а если вы видели, как военные достаются, выхватывают пистолет из кобуры, и как вообще у них все это происходит, военные с собой патрон, патронники не носят, военные носят пистолет, взведенный в основном, а курок поставлен на боевой взвод, и пистолет поставлен на предохранитель, патрон в патроннике, либо они носят патрон не в патроннике, то есть патронник пустой, курок не взведен, и пистолет поставлен на предохранитель, так носят российские военные, допустим, и постоянно, когда они тренируются, мы видим, он выхватывает пистолет, в то время, когда он вытаскивает его наверх, он перебергивает затвор, высылает патрон в патронник, целится и стреляет, Почему это сделано? Дело в том, что у военных в основной массе пистолет – это дело подотчетное. Каждый раз у полицейских. Полицейский идет на службу, российский полицейский. Здесь полиция с собой пистолет носит домой. Российские полицейские, я не знаю, носят они домой или нет. Во всяком случае, существует целая куча ситуаций, когда военный, полицейский, неважно, какой-то государственный человек, он этот пистолет должен показать, где-то там расписаться, чтобы он его принял, он его в тирах. Стрелок, Иванов, к стрельбе готов. Стрелок, Иванов, к стрельбе приступи. Бам-бам-бам, три патрона. Стрелок, Иванов, стрельбу закончил. Разрядить пистолет. Глянь, если разрядить пистолет. Вот это вот бред. Здесь, на гражданском рынке, этой херней никто не занимается, естественно. Все на твой страх и риск. Если ты кого-то застрелишь, тебя взгнают в племя. Поэтому ты сам пытаешься никого не застрелить, сам делаешь все возможное, чтобы как можно больше безопасить. Себя, свою семью, всех окружающих от твоего оружия. У военных таких шансов меньше. Поэтому там нужен предохранитель, там нужен курорт. Нам курорт не нужен. Если мы никогда не вытаскиваем пистолет из кобуры, у нас патрон в патроннике, нам не нужен никакой предохранитель, у нас кобура это предохранитель. Нам не нужен никакой курорт, нам не надо ничего взводить, нам не надо идти самовзводные выстрелы и так далее. Это все бред собачий. Все, что нам нужно, поскольку мы не Рэмбо, мы не Брюс и Биллис. Мы не можем себя конкретно, четко контролировать, когда дерьмо попадает на вентилятор. Нам нужно единственное что, вытащить пистолет и выстрелить. Нам не нужно думать, есть ли у нас патрон в патроннике. Нужно нам взводить в запор или не нужно. Нужно нам снимать с прихранителя или нет. Какой у нас сегодня с собой пистолет, где у нас там курорт, о чем вообще идет речь. Но! Все, что нам нужно, как гражданам. Мы не вояки, опять же, мы к этому не тренированы. У нас адреналин в крови всегда, когда мы видим какой-то баланс, какую-то жестокость на улице, драку. Нам нужно вытащить и выстрелить. Все! Запомните это. Это основное отличие гражданского рынка. Никогда не вытаскиваем пистолет из кобуры, и мы никогда не используем ни предохранители, ни какие там и прочие всякие. Я вспомнил, кто-то спрашивал, как быть, если ты внутри дома стреляешь. Вообще, насколько громко звучит выстрел. Особенно внутри помещения. Допустим, в закрытом тире или в квартире, или что-то. Звучит жутко громко. Любой выстрел. Триста восемьдесят истики. Даже мелкашки. Даже на воздухе из мелкашечного пистолета. Уши так конкретно закладывают. Вот. Если, естественно, если у нас дробовик, и вы из 12-го дали вы шмальнете где-нибудь там в закрытом помещении, но это башка будет звенеть. Обычно есть такой старый трик. Ну, трюк. Американский. В основном мне это американцы рассказывали. Армейский у них такой трюк. Я не знаю, может это как бы интернациональный, но я слышал об американцах. Ну, иногда что делаю. Просто берут 9-мм патроны. 9 мм. Гильзы 9 мм. Шикарно заходят в ухо. Шикарно. То есть, если у вас есть парочка патронов, вы, значит, засовываете ее в уши вместо наушников, и можно уже стрелять уже легче, уже проще. Конечно, полностью весь звук, весь шум она не уберет, но тем не менее. То есть гильзы в ушах 9 мм. Остальные все не работают. Оно работает. Нормально. Но есть проблема. Если вы кого-то застрелили, да, и вы там герой, вы, значит, вытащили эти гильзы, все, идете звонить в полицию, идете разбираться и все. Если, не дай бог, вас покоцали какие-то бандиты, инопланетяне, зомби, то вы просто создаете проблему следствию. Обязательно будет следствие, обязательно будет суд. Будут расследовать, почему вас убили и так далее. Вот представьте себе, вместо чтобы заниматься нормальным делом, вся полиция будет бегать искать маньяка, который сначала застрелит свою жертву, а потом вставляет ей гильзы в уши. Это никому не надо, поэтому лучше гильзы не вставлять. Что нужно делать, если у вас краткоствол, да, с длинным стволом это не работает, работает только с краткостволом. Левой рукой мы зажимаем левое ухо, правой рукой, естественно, не стреляем, но правое ухо мы зажимаем плечом, вот так. И вот таким образом мы стреляем. Помогает, я пробовал, снимал наушники в закрытом тире, стрелял. Работают еще даже лучше наушники. И особо на кучность, знаете, какая кучность в помещении, все, до любой мишени расстояние 2-3 метра. То есть здесь уже какая-то особая точность не важна. Здесь важно не потерять голову, а голову можно потерять до простого выстрела, потому что звенеть будет в ушах конкретно. В общем, вот такое движение, очень-очень помогает, запомните. Второе, тоже очень важно, постоянно мне об этом говорят какие-то люди, с которыми я общаюсь на тему какого-то домашнего охраны дома и так далее. Ни в коем случае, ни в коем случае, самое плохое, что вы можете здесь сделать, это подойти к преступнику с пистолетом, поставить ему, направить ему ствол прямо в бошку. Опять же, вы не Рэмбо, вы не Шварценеггер. Любой криминал дерется лучше вас. Любой преступник, он вырос на улице, он дерется лучше вас. Он вас, если вы близко к нему находитесь, даже если у вас супер заряженный пистолет с 30 патронами глоб там, я не знаю, он вас обезоружит за босиком. Один удар по руке, у вас пистолет уже улетел, потому что у вас рука трясется, вы в адреналине весь, вы никогда никого не убивали, вы вообще, в принципе, впервые в жизни такой ситуации. Представьте себе, на вас кто-то напал, вы с пистолетом. Поэтому никогда близко с оружием к тому, кого вы хотите, чтобы он вас не убивал, никогда не подходите. Ни в коем случае, как в Голливуде. Ты, сука, я матафака. Никогда. Обязательно метра 2-3 между вами. Как только он начинает приближаться, стреляйте по ногам. Стреляйте в воздух. Пытайтесь его не убить, по многим причинам. Мы поговорим на легальной теме, поговорим как-нибудь, сделаю видео, но отдельное. С самого начала, если есть возможность его не убить, его надо не убить, его надо напугать, его надо испугать. Пусть он лучше убежит. От вас пусть убежит. К сожалению, убежит. Но лучше его не стрелять. Мы стреляем на поражение, только если уже действительно явно, очевидно, что он вас сейчас начнет убивать. Вас, ваших родных и так далее. Либо он начинает уничтожать вашу собственность. Это тоже, по местным законам это разрешается. То есть допускается защита себя, своих близких, всех, кто рядом и своей собственности. Чузаевский, кто-то угоняет чужую машину, вы в них не стреляете. Вы звоните 911. Если кто-то угоняет вашу машину, вы предупреждаете, стреляете в воздух. Не помогает ли на поражение? Ну, машины нет, за машину страховку заплатят. Не-не-не, дом начинают поджигать. Понимаете, что это такое? Так вот, близко ни в коем случае никого не подпускать. Он вас как только подпустили очень близко. Особенно, если он начинает что-то с вами вот так вот разговаривать или еще что-то такое. Ни в коем случае отойдите назад. Уходите. Уходите от него. Как только начинаете где-то какой-то выстрел, прежде всего, уходите. Меняйте свое местоположение. Так, у меня у телефона. Ага, окей. В общем, как бы финализируя вот эту такую нашу стендап comedy, да, никого не подпускайте близко. Не дай бог вам кого-то придется где-то держать под стволом, держите его на расстоянии. Лучше промахнуться, чем у вас обезоружить и отдать ему ствол таким образом. Никогда не вытаскиваем пистолет из кобуры. Носим пистолет так, как нам удобнее. Я вам дал свои, так сказать, свою точку зрения на все вот это ношение. Делайте вы, естественно, сами. Я сейчас спущусь в подвал и добью это видео. Покажу вам в деталях каждую кобру, каждый прибамбас, который я использую для ношения. Я покажу вам, так сказать, в макро виде, крупным планом. Вот. Ну, наверное, на этом мы и закончим. Ну, давайте поговорим сначала о кобрах, потом уже о каких-то других прибамбасах. При бамбасах. Ну, во-первых, почему Кайдекс? Кайдекс бывает разный. Кайдекс прежде всего. Причина, почему я остановился на Кайдексе, допустим, не на какой-то кожаной ковере. У меня очень много всяких кожаных ковер, которые я носил, использовал. Вот эта вообще итальянская, очень хорошо сделанная, довольно дорогая. Тоже для скрытого ношения. Вот так ремень проходит. Вот так она пузом стоит, торчит. Вот. А Кайдексный почему? Дело в том, что материал неубиваемый вообще. Очень прочный, очень жесткий. Не подвержен ни коррозии, ни гниению, ни каким вот этим вот идиотским проблемам, которые присущи для обычных кожаных изделий. Очень быстро, очень быстро адаптируется к температуре тела. То есть, если простой пластик вы повесили на себя в холодное время суток, прямо на голый живот, то он холодный, зараза. И пистолет тоже холодный. Вот. Этот очень быстро, примерно, как туалетная сидушка. Как только на нее сел, он сразу принимает температуру твоей задницы. Поэтому мы так их любим. Вот. Это тоже самое. Очень хорошее инженерное решение. Плюс ко всему, для меня очень важно. Ну, естественно, ее надежность, да. Но еще, что очень важно, это то, что она практически... Смотрим, да. У нас патроник пустой. У нас нет ничего. Можем работать с этим пистолетом. Она практически, как вы видите, не добавляет к толщине пистолета вообще ничего. Но здесь должен быть какой-то такой прорез. Для того, чтобы рычаг затворной задержки у нас прошел. Да, поэтому... Но, по сути, если мы смотрим на какую кабру, толщина... Вот у этой, по-моему, 0,6, что ли, миллиметра. Я не помню. Кожаная кабра. Вот это хорошо сделано. Довольно тонкая кожаная, очень прочная. Тоже она вся формованная и так далее. Что довольно редко и довольно дорого для такого рода кабра. Вот, тем не менее, даже если мы ее туда запихнем пистолет, начнем его носить. Толщина... Ну, довольно прилично. Давайте я даже замерю. Если мы с вами возьмем штанген, попробуем замерить толщину. Здесь у нас получается, видите, 43,5 миллиметра. А кабексная кабра в самой толстой своей части. Без крючка, конечно, да? Сейчас я вам покажу. 34,5. Видите, 43,34. Почти сантиметр добавляет нам кожаная кабра. Это плохо. Ширина. Когда вы выбираете пистолет для скрытого ношения, самая главная характеристика, тактико-техническая характеристика оружия для скрытого ношения, это не длина ствола. Нет. До 4 дюймов вы спокойно носите любую длину ствола без всяких проблем. Садитесь с ней. Даже если Mexican Carry, да? Я спокойно сижу с любым стволом. Глок 19 у меня за поясом висит всегда в позиции 1 час. И никаких проблем нет сидеть, вставать, вообще. Это не длина рукояти. Длина рукояти, особенно она сделана вот так под скос, то есть она не вот так вот выпирает, да? То длина рукояти не так уж и важна. Самое главное это толщина. Самое главное. Помните, мы когда с вами делали обзор Smith & Wesson, кстати, пистолет тоже безопасный. Когда мы делали обзор Smith & Wesson и вот этого XDS, я вам говорил, что толщина. Почему в принципе стали производить эти пистолеты? Видите разница между толщинами? Вот это однорядный магазин, а это двухрядный магазин. Основная причина. То есть размеры у них с блоком примерно одинаковые. Одни и те же, но толщина значительно меньше. Здесь один дюйм, а здесь одна с чем-то. Одна с 7 дюймов. То есть вот именно из-за толщины вот эти пистолеты. Smith & Wesson Shield и XDS такие популярные. Именно из-за того, что толщина. Вот. И когда мы выбираем толщину, то мы естественно стараемся сделать пистолет, вернее выбрать пистолет тот, который узкий. За исключением случаев, когда это Glock 26. Глок 26 плевать. Главное, что это Glock 26. Поэтому если мы уже выбрали пистолет, и кавра у нас добавляет, блин, целый сантиметр толщины, но это нехорошо. Это вообще просто нехорошо. Это примерно основное. И плюс ко всему, вот видите, вытаскивать, пока она еще не разработана, эта, блин, кожаная кавура, это целый геморрой. То есть выхватывать пистолет в нужной ситуации, проблема. Скайликсом вообще никаких проблем. Тем более вылетать он отсюда, видите, не вылетает. Здесь есть retention wheel, это как его винт, который регулирует усилия сжатия. И его можно еще делать послабже, потуже, и так далее. Но тем не менее, как бы там ни было, пистолет отсюда не выпадет, но вытащить его отсюда просто вообще элементарно. Ну и тогда, казалось бы, ну что, тогда нет проблем, все, берем, бежим в магазин и покупаем кайдексскую кабру под свой пистолет, который у нас есть. Естественно, понимаете, что все кабры, которые делаются из кайдекса, они делаются специально под конкретный ствол. То есть, если, допустим, вот кабра сделана, видите, специально для Glock 26-27, я, в принципе, XDS в нем носить, в этой кабре носить могу. Видите, то есть он закрывает, закрывает спусковой крючок и более-менее там в нем сидит. А, естественно, что в кайдексской кабре XDS я носить уже просто, я не могу. Сделан конкретно под конкретным моделем. Это как бы недостаток кайдекс, в общем, пластиковые кабры. То есть, если бы я носил кожаную кабру, я бы для этих двух пистолетов, наверное, имел бы ее одну. Из кайдекса кабры мне нужно иметь их две. Но это недостаток очень большой. Они у нас тут стоят даже кастомные, вот когда тебе специально по заказу, под твой конкретный пистолет, под твой угол, про все делают кайдексскую кабру, а она здесь будет стоить вам долларов сорок, вернее больше. Так вот, почему я, например, не бегу сразу в магазин и не покупаю кабру, которые сделаны для конкретной моей модели, и не успокаиваюсь на этом. Дело в том, что у меня, как я вам показывал, небольшой пузо все-таки есть. Поэтому стандартная кабра, посмотрите, какая разница. Если я таскаю пистолет в стандартной кабре. Вот стандартный размер, стандартный угол в стандартной кабру. Вот здесь у нас находится верхняя кромка ремня. Вот здесь ремень проходит по клипсе. И посмотрите, вот этот ремень у нас проходит как раз на уровне кнопки выброса магазина. Правильно? Если мы возьмем хайдесовскую кабру, которую мне сделали специально, по моему заказу. Я попросил. Вот здесь видите, у него клипсы когда идет. Вот здесь вот находится верхняя кромка ремня пояса. И вот видите, насколько большая разница. То есть стандартная кабра проходила у нас вот тут. А здесь я сделал вот такую разницу в высоте. Почему? Дело в том, что тогда у меня ремень проходит вот так. И у меня пистолет торчит всего лишь навсего на вот такую высоту. Ремень, если мы носим снаружи пистолет, то естественно он весь виден. Ничего особо не скрыто. Когда мы носим его внутри, ремень, если особенно потуже чуть его затянуть, он скрадывает не только нижнюю часть пистолета, но и верхнюю часть пистолета, вот рукоять, он как бы упирает и вминает вам в живот. То есть, по сути, чем глубже вы пистолет вставляете за ремень, тем меньше его видно снаружи. Я не знаю, хорошо я объясняю или нет, но я надеюсь, что вы его понимаете. То есть здесь он торчит больше. Как только он торчит больше, представь себе, вот это мой живот, вот эта рука, да, мой живот. Вот так приложен пистолет, вот так ремень его притягивает к животу. Когда он начинает его притягивать ниже, то рукоять, вообще вот эта вся верхняя часть, она не начинает вжиматься вместе в живот, вместе вот с этим ремнем, а она начинает вот так вот вытаскивать. То есть ремень прижимает к животу нижнюю часть, а верхняя часть начинает торчать. И именно поэтому, если вы толстый и у вас живот такой вот круглый, да, то у вас рукоять будет торчать вот так вот. Естественно, майку, как вы там не облегаете и как не делаете ее, все равно вот эта майка рукоять будет видна и будет ну совершенно явно видно, что у вас с собой оружие. В некоторых случаях это не совсем хорошо. Вот. А поэтому, естественно, учитывать ваш вес, да еще размер, да еще марку пистолета, да еще там, блин, какой калибр еще чего-то, никто не будет. Поэтому делают для магазинов, для продажи свободно, делают для обычных нормальных стройных людей, как фэшн, да, этот, одежда. То же самое. Все делают для худых девок, которые, значит, как палки, когда нормальные бабы весят, естественно, под 400 килограмм. Я шучу. Здесь то же самое. То есть в магазинах висит, она там, годами висят эти каборы, их никто, по-моему, не берет никогда, я не знаю. Никогда не видел, чтобы кто-то взял и купил каборы в магазине. Вот никогда не видел. Зато за кастомными каборами там надо записывать, в очередь всегда. Вот. И, естественно, что для всех своих, для всех своих столов я делаю... А, это не так. Я делаю кастомные каборы. У нас здесь в каждом городе есть несколько человек, несколько маленьких компаний, которые занимаются именно кастомными каборами. К ним приезжаешь, обычно звонишь им. Обычно это отец и сын, или отец и жена. Ну, в смысле, муж и жена. Сидят у себя где-нибудь в подвале или в каком-нибудь сарае. У них там все оборудовано, у них все сделано. И они просто клепают кастомные каборы. Когда у них нет заказов, они клепают стандартные, продают их на eBay. И так далее. А на выставке ездят... Вот у меня есть один мужик. Вот он здесь. CH. У него такая марка. Я, если не забуду, линк дам внизу на его сайт и все такое прочее. Звать его Баб. Очень хороший и прикольный дядька. Я обязательно к нему съезжу. Я хочу как раз поменять угол вот этой каборы. Дело в том, что вот угол... Видите, я попросил угол сделать так, чтобы у меня рукоятка торчала вот таким образом. Я сейчас хочу сделать, чтобы она торчала вот так. Чтобы было больше немножко... Во-первых, когда она чуть выше торчит, а мало того, чтобы ствол... Немножко как бы вот нога, когда садишься, она вот тут. Он как бы более приятен, да. И плюс ко всему, ухватиться за этот ствол проще. Единственное, что надо ухватываться и тащить уже вектор, вытаскивая немножко в другую сторону. Но для меня это окей. Вот. Я когда поеду делать эту новую камеру к нему, я обязательно возьму с собой камеру, сниму это видео, покажу вам. Я думаю, он будет не против. Покажу вам, как все у него там это организовано, как он все это делает. Я знаю, что в России много народу занимается кайдексом. Делают, очень особенно популярно делать эти, как их, ножны для ножей. А у нас одессит есть на зелы. Очень хороший наш парень, Тимофей Калашников. У него настоящая фамилия Калашников. Я сто процентов уверен, что он сына своего первого назовет Михаил. Он, правда, еще молодой парень, но когда дети у него появятся, у него очень миловидная жена. И мы ему очень всем желаем большого семейства. Я думаю, что первого сына он, конечно, зовет Михаил. Будет у него сын Михаил Тимофеевич Калашников. Это будет очень прикольно. Вот. И он занимается кайдексом. Он делает ножны. Я знаю, у него есть свой канал. Я тоже, если не забуду, я дам ссылку внизу в описании на его канал. Сходите, посмотрите. Очень прикольный парень. Говорит, как жванецкий, по одесски. Я очень люблю его слушать. И плюс ко всему, он делает замечательные суши. Я еще не пробовал, но по отзывам тех, кто пробовал, говорят, что просто суши уникальны. Хороший парень, сходите. Смотрите, вот он делает кайдексы. Я не знаю, делает он пистолет или нет. Наверное, делает. Если в вашей области никого нет, дайте ему знать. Может он вам тоже что-то сделает. Ну и для того, чтобы закончить, давайте я вам покажу уже накрутка. Видео опять получилось супердиким. Хотел снять короткое видео. Снял, да. Давайте я вам покажу, как работает этот триггер кавер. Вот очень просто. Сделана вот такая вот, видите, штучка. Обычная кайдовская хреновина. Сделана тоже по заказу. На каждом отделе делается. Модель делается отдельно. По-моему, продаются и на уже готовые где-то на eBay и еще что-нибудь. Но я предпочитаю, чтобы прям сделали для меня. Потому что некоторые делают так, что они закрывают, допустим, вот контролы. Да, они закрывают там кнопку выброса магазина. Я люблю так, чтобы оно все работало. Имея кавер, чтобы я мог оперировать как-то с пистолетом. Знаете, там мало ли на всякий случай. Вот таким образом она сделана. Ничего сложного вообще. Очень такая прикольная штучка. Здесь, естественно, паракорд. Вот тут какая-то вот, я не знаю, как они называются. Вот такие вот железные окантовочки. Какие-то типа кнопочки, пуговички. Вот такая штучка. Ну и давайте я покажу ту кабру, которую вешают на ногу. Здесь у нас такая довольно запутанная конструкция, на самом деле. Но ничего сложного нет, как только в ней разберешься. То есть верхняя часть служит для того, чтобы обхватывать там под коленкой вот это место. Вот. Нижняя часть вот здесь, она обхватывает саму лодыжку, по-моему, или голень, как она правильно называется. И вот здесь вот, вот сюда у нас вставляется наш пистолет. Вот таким вот образом он защелкивается. Причем здесь все настраиваемое. Сейчас я покажу. То есть вот этот страп, он, значит, здесь он на липучке. Видите? То есть и здесь такой кармашек тоже на липучке. То есть вот он вот тут так продолжается. И по сути различные марки пистолета. Главное, чтобы это был микропистолет. Ну, они, естественно, продаются в больших размерах для глоков, для шмоков и так далее. Но вот для микропистолета вот такой размер. А вот этот страйп можно поставить под любым углом, вот в этом кармашке. Настроить его под конкретный пистолет. И все, что нужно, когда вы его носите, да, несмотря на то, что здесь кнопка, все, что нужно, нужно вот так вот надавить на него. И он выходит. Все это превращается в мгновенное. Такое мгновенное движение. И сейчас я ее... Опять, блин. С камерой все тут жутко неудобно. Вот он висит, представь, все ноги. Вы его забираете и все, он спокойно вылазит. Хотя, если просто бегать, естественно, благодаря вот этой кнопке он никуда не денется вообще. Никогда в жизни не выпадет, ничего с ним не будет. Ну, я надеюсь, что показал вам хотя бы, наверное, большинство того, что хотел показать. Опять же, если есть какие-то вопросы по легальности этого всего, зачем это все нужно. Вот в Америке все уроды, они там все с пистолетами, там одни сплошные трупы за каждым углом. Бла-бла-бла. Мы об этом, обо всем поговорим в другом видео. Не знаю, в следующем или нет, но в другом видео. Хорошо, то есть всю легальность. Если есть вопросы, задавайте, конечно. Я, к сожалению, опять, нет времени вообще сейчас. И я даже перестал на вопросы отвечать и комментарии отвечать. Я очень сожалею, я очень извиняюсь. Просто иногда захожу, там 200 новых комментариев и просто все марковые, как будто они отвечены и все. Просто нет времени сейчас. К осени, опять же, будет все полегче, все попроще и вернемся в нормальный режим. Ну, хорошо. В общем, если какие-то вопросы задавайте в комментариях. Я, если я постараюсь, если смогу, я отвечу. Если нет, не обижайтесь. И тогда до следующих, до следующих видосов. Спасибо. Спасибо.